Соглашение о регулировании рыбных промыслов между Россией и Украиной было подписано еще в 1993 году. Именно тогда, после распада Советского Союза, в Азовском море так и не проложили государственную границу. С тех пор ежегодно проводятся российско-украинские комиссии, где специалисты определяют объемы, а также меры регулирования и контроля рыбного промысла в Азовском море. Несмотря на сложные отношения между нашими странами, наша комиссия более узкопрофильна, узконаправленна, и мы с коллегами навсегда находим общий язык. Я думаю, что мы попытаемся в этом году расширить районы промысла для рыбаков. Если наука согласует объемы, то увеличит запасы по изъятию. Промышленное рыболовство в Азовском море – это в основном тюлька, бычок и хамса. Да, национальные квоты вылова каждого из этих видов рыб обсуждали отдельно. В прошлом году российской делегации удалось добиться увеличения объемов добычи для нашей страны в силу того, что в ее состав вошел Крымский полуостров. Тем не менее, остается еще немало спорных вопросов, которые только предстоит решить на этой сессии. Возникли вопросы, как зачитывать, например, вылов в ДНР. И, значит, в вылове все-таки это украинская территория, да, и вот вопрос регулирования там возникали трудности в период, ну, в этом году. Но мы пытались эти вопросы снимать, и вот сегодня тоже будет такой вопрос. Но мы стараемся к этому подходить осторожно, чтобы не нарушить то равновесие, которое сегодня существует у нас в переговорном процессе. Немало проблем участникам сессии доставляет и разница в законодательствах двух государств. Тем не менее, специалисты находят механизмы, которые позволяют максимально сохранить водно-биологическое разнообразие Азовского моря и, главное, обеспечить население двух стран, омываемых одним морем, вкусной и доступной рыбой.